День добрый! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы будем устанавливать на блог вот такую форму поиска. Форма поиска от Яндекса, которая поможет нам ускорить индексацию нашего блога. Итак, для того чтобы установить такую форму, нам нужно зайти в веб-мастер Яндекса. Здесь мы переходим по ссылке поиск для сайта и попадаем на страницу, где нам предлагают установить поиск. Кликаем по желтой клавиши и нам предлагается пройти 5 шагов. Итак, называем поиск. Давайте назовем поиск 1. Семейный фильтр я оставлю без ограничений. Добавляю сайт, пишу добавить и прошу высылать мне всю информацию и вот на этот адрес. Переходим ко второму шагу. Здесь у нас есть возможность выбрать вид нашей формы для нашего блога. Есть возможность выбрать форму. Например, вот такую, как сейчас указан дизайн. Можно выбрать вот с таким уголочком. Сразу же меняется сама форма. Можно выбрать ее с прямоугольным вот таким уголочком. Дальше мой блог, он светлый и на нем будет выглядеть ярко форма поиска. Где-то я беру ее желтого цвета. Но цвет ближе к кремовому. Поэтому я выбираю вот такой вот цвет своей формы. Шрифт я оставляю 12. Далее к третьему шагу. Здесь мы можем составить собственную страницу, на которую будет уходить наш посетитель. Итак, начнем с того, что. Где показывать результаты. Показывать результаты на Яндексе оставляю. Или показывать результаты на моей странице. Вы называете так адрес этой страницы. Странички. Или открывать страницу результатов в отдельной строке. Я пишу показывать результаты на Яндексе. Что я делаю дальше? Дальше я выбираю основные свойства страницы. Цвет фона страницы. Ну, давайте я выберу цвет фона страницы, так как она у меня светлая. Ну, давайте я выберу вот такого вот голубоватого цвета. И могу сразу посмотреть просмотр результатов поиска. Что я еще могу здесь выбрать? Я могу здесь выбрать шрифт. Шрифт я оставляю Arial. Дальше я могу установить здесь логотип. Для того, чтобы установить логотип, достаточно перейти на ваш компьютер и найти тот файл, который вы хотели бы сюда загрузить. Дальше заголовок. Заголовок я вам советую написать такой, как называется ваш сайт. Вот мы здесь с вами увидели сразу этот заголовок на этой страничке. Теперь смотрите, я бы хотела цвет своего шрифта изменить, ну, например, вот до ярко-фиолетового. Посмотрим, как это будет смотреться. Ну, с Ирисом связано в реле нормально. Ссылка с логотипом и заголовком я не оставляю. Теперь смотрим результаты поиска. В результатах поиска мы выбираем количество результатов на странице. Я оставляю 10. Название оставляю синим. Вот оно, видите, синим названием. Фрагмент текста черный. Вот он, фрагмент текста черный. Адрес зеленый. Вот он, адрес зеленый. Сохраненная копия тоже черная. Вот приблизительно вот в таком виде я все это оставляю. Сортировка результатов. Конечно, идет по релевантности. Ссылки и навигация. Значит, посмотрите, здесь уже показано, что посещенная ссылка будет фиолетового цвета. Вот она будет фиолетового цвета. При наведении она становится красной. Выбранный элемент остается серым. Неактивный текст будет синим. Оставляю в таком виде. Теперь работаю с нижним колонн-титулом. Нижний колонн-титул можно здесь написать, например, вот такую фразу. «Спасибо за интерес к моему блогу». Вот уже здесь написана эта фраза. Вот так вот. Вот она появляется, эта фраза. Но эта фраза здесь серенькая, ее не видно. Давайте мы ее сделаем такого же цвета, как и заголовок. Вот она осталась. Наверное, она коротковата получается. То есть здесь ограничение есть по количеству знаков. Ну, давайте вот так напишем. «Благодарю за посещение». За посещение. И восклицательный знак. Вот, наверное, вот так будет лучше. Все. Посмотрели, как будет выглядеть наша страница. Идем дальше. К четвертому шагу. Итак, проверка поиска. Получилось немножечко у нас ярковато. И шрифт получился. Давайте мы зайдем еще вот так вот разочек сюда форму подписки. И выберем другой цвет. Ну, например, вот такой. Вот такой цвет. И цвет на сайте здесь у нас будет пусть вот таким вот темно-коричневым. Теперь давайте посмотрим еще раз четвертый шаг. Далее к третьему шагу. У нас здесь все осталось по-прежнему. И идем к четвертому шагу. Вот, теперь она более-менее нормально смотрит. Идем к пятому шагу. Пятый шаг – это наш код для вставки. Вставляем мы поиск очень просто. Мы просто выделяем этот код. Копируем его. И заходим на наш сайт. Консоль. Виджеты. Выбираем виджет. Текст. И устанавливаем его в то место, где бы мы хотели видеть форму поиска. Сюда вставляем тот текст, который мы скопировали. И здесь мы пишем, как это будет называться. Ну, давайте назовем по-русски, да? «Поиск по сайту». Сохраняем и закрываем. Переходим на блок и смотрим, каким образом она у нас установилась. Это форма поиска. Вот, пожалуйста, она у нас здесь установлена. Посмотрите, если я, например, наберу здесь. Ну, давайте наберем какую-нибудь поисковую фразу. Например, «Компьютер». И выберем «Поиск на сайте». Пишем «Найти». И вот, пожалуйста, вся информация по сайту именно в таком дизайне, как мы с вами заказывали, она здесь появилась. Если я сейчас то же самое попрошу искать в интернете, то я найду то же самое вот на моей странице. Как бы на моей странице, да, найду все то, что бы есть здесь в интернете. То есть здесь практически можно отсюда выходить сразу же в Яндекс в обычный поиск. Очень удобная форма.